МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ранее, как правило, этим и ограничивалось. Теперь вместо передышки – основной этап. В движение приводится весь организм крылатой пехоты из Бреста. Действуют голубые береты без ограничений, послаблений и каких-либо условностей, в том числе с призывом военнообязанных. Для военнообязанных это будет учебный сбор, на котором они вспомнят свои навыки и умения, которые они приобрели во время прохождения срочной службы. С ними будет проведено боевое слаживание. И дальше на штатных должностях они будут выполнять учебно-боевые задачи в составе своих штатных подразделений. С первых же дней жесткий регламент полевых занятий. Теория прочно вписывается в часы практики. После нескольких дней те, кто сейчас служит в армии, и те, кто призваны с запаса, действуют как единый коллектив. У людей появилось чувство локтя. Даже если они и младшие на многие года, они как бы друг друга поддерживают и помогают. Тот опыт, который был накоплен людьми, которые пришли с гражданки, он им сейчас пригодится очень сильно. И, соответственно, будут передавать его новым поколениям. После тренировок бригада совершает марш в несколько сотен километров. Батальонное тактическое учение проводится с боевой стрельбой. Специально для брестских гвардейцев создана сложная мишенная обстановка. Огневой контакт с условным неприятелем длится всего полчаса. Но скоротечность говорит в первую очередь о слаженности действия подразделений. Из общего числа мишеней после действия батальона не остается практически ни одной. Как отмечают руководители, это не просто хороший, а отличный результат. Иван Михайлов, Роман Пастернак, Константин Аристов, телекомпания Воен-ТВ. Специально для программы «Наше утро». Редактор субтитров А.Семкин